Рад приветствую всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Итак, сегодня к нам, я надеюсь, присоединились и те слушатели, которые не являются официальными представителями НКО и даже не мечтают о получении Google Ad Grants. И правильно, надо сказать, сделали, поскольку сегодня мы наоборот никак не будем касаться темы НКО, а даже наоборот создадим рекламный аккаунт от лица обычного среднестатистического человека. Но это не значит, что представителям НКО смотреть видео не надо. Еще раз. Дальше все одинаково, просто для представителей НКО это бесплатно. Опять же, чтобы найти Google Ads, проще всего воспользоваться поисковиком. Ads, AdWord, так он назывался до восемнадцатого года. Вообще, домен ads.google.com. Начать? Бабах. Мне кажется, это похоже на циркуль. Меня одолевают, как говорил героиного фильма «Смутные сомнения». Так, и сейчас нас перекидывают сразу в аккаунт, поскольку у меня тут привязан получается один рекламный аккаунт. Сейчас. А на этой почте... А на этой почте другой рекламный аккаунт. Но теоретически здесь у вас должна появиться страница с выбором целей. Сейчас мы попробуем удалить этот аккаунт, тем более, что он был тестовым и завести все с нуля. Информация о том, как удалять аккаунты, вам тоже пригодится. Так, здесь нам нужны настройки и статус аккаунта. Удалить мой аккаунт. В принципе, делать это не обязательно, поскольку информация об аккаунте у вас будет оставаться, просто он будет деактивирован. Причем вы в любой момент сможете его активировать снова. Ну, то есть это действие, в принципе, равнозначно тому, как если у вас на аккаунте просто закончатся деньги. В этом смысле мне, конечно, очень нравится Google своей ненавязчивостью. Он всеми силами втягивает вас в валютно-денежные операции, но при этом всякий раз повторяет «пожалуйста, делайте со мной что хотите, все в ваших руках, удаляйте меня, вытирайте об меня ноги». Не так, Яндекс. Не так. Единственное, почему вам может понадобиться удалить аккаунт, если у вас до удаления на счету были какие-то средства, после удаления средства вам вернут. У меня было 100 рублей, написал «Жду». А мы просто добавим аккаунт, у вас тут будет написано что-то типа «создать новый аккаунт». Вот, кстати, у нас написано. Все-таки это циркуль. «Укажите основную цель». Не знаю, мне кажется, это чисто для вас, точнее для красоты. Хотя на Экспрессе может он как-то… Да нет, вы же сами выбираете ключевые слова и содержание объявлений, как он может все это перенастроить, чтобы увеличить, например, посещение магазина. Ладно, тогда я сначала в двух словах объясню, что такое Экспресс и не Экспресс. Есть Google Ads и Google Ads Express, хотя при создании аккаунта создается впечатление, что есть Google Ads и Google Ads – продвинутый уровень для экспертов. Он даже немного запугивает, мне кажется, типа пойдешь налево – точно простишься с жизнью. Не переходи на продвинутый уровень. Но при этом, по сути, Google реклама – это именно продвинутый уровень. А Экспресс – это в некотором смысле внешне для Google Ads, то есть это дополнительная фича. Почему Google стартует с Экспресс и как-то старается вас на нем оставить? Не хочется обвинять Google в меркантильности, но понятно, что любая коммерческая организация в первую очередь хочет заработать денег. И Google тут не исключение. Экспресс очень прост в настройке. Вы можете сэкономить на привлечении внешнего специалиста по веб-аналитике. Действительно, тут все можно сделать самому, без проблем, но он предельно негибкий в настройках и в работе с объявлениями и ключевыми словами. Формально можно сказать, что он отъест у вас больше денег на рекламе. Если говорить про НКО и AdGrants, вам почти точно не подойдет Экспресс. Главная задача на AdGrants, ну точнее вторая после достижения конверсии, получение необходимого результата и зарасходовать выделенный бюджет. Вам придется глубоко погрузиться в настройки и много экспериментировать. И тут скорее только классический интерфейс. То, что пока называется продвинутым. Но для коммерческих организаций или для частного использования, если у вас нет времени и желания разбираться с настройками компании, можно ограничиться и Экспресс-версией. Тем более, что стартовать в любом случае можно и в Экспресс, а потом уже перейти на продвинутый уровень. Поэтому сейчас я покажу, что такое Экспресс, а потом перейдем уже на классический Google Ads. Выберем количество покупок на сайте. Цель все-таки нужно выбрать максимально близкую, даже если это ни на что не влияет. Так, он нашел даже одну компанию, которая мне принадлежит. На самом деле это тоже была тестовая страница, чтобы показать, как добавлять своей организации на Google карты. И я вам советую это делать. Это дает дополнительные преференции. Ссылка на скринкаст в описании. Ну а я здесь выберу новую компанию и идут названия и сайт. Тоже естественно не фейковые. Пока мы не перешли к аккаунту AdGrants, я попробую порекламировать сайт Теплицы. Где живут наши клиенты. Ну собственно, дальше мы уже переходим к настройкам кампании, настройкам объявлений и в данном случае таргетинг непосредственно с этим связан. Поэтому дальнейшие мы перенесем уже на следующий урок и после него вы уже сможете запустить собственную рекламную кампанию в Google Ads.